Итак, всем привет! Сегодня я хочу показать вам интересную программу, способную сильно навредить все начинающим игрокам в моде Open Computers. Она представляет из себя небольшой вирус, который полностью блокирует доступ к файлам системе компьютера, к его клавиатуре, к экрану, ну и так далее. И давайте я сейчас по-быстрому покажу вам, как, собственно, можно этот вирус поставить. Для начала, в компьютере вашем или в компьютере вашей жертвы должна находиться интернет-плата, чтобы можно было загрузить вирус интернета. Дальше вводим команду, после bin get, вот такая вот фиговинка, binvirus.lo-f. Эта команда будет в описании видео. Далее наш вирус скачивается, и мы способны уже его запустить. Пишем virus.lo, нажимаем Enter, наш вирус запускается, написано, что перепрошивается BIOS, перезаписывается стартовый системный файл, и что вирус успешно установлен. И теперь, после каждого перезапуска нашего компьютера, у нас будет загражден синий экран смерти, что поздравляем, мы стали обладателем одного из первых вирусов на Open Computers. Вот такая вот программка небольшая. Ну и разумеется, что если вы нажимаете сочетание клавиш Ctrl-A, то есть пытаетесь завершить эту программу принудительно, она у вас завершаться не будет, и в принципе из нее выйти никак невозможно. Это может вогнать в ступор любого неопытного человека, который слабо разбирается и в моде, и в принципе в концепции компьютера. Если вы попытаетесь сменить BIOS на какой-нибудь другой, то есть на стартовый, давайте его выберем, так, выбираем стартовый BIOS, где он там, господи, выбрали, вставили, перезапускаем комп, то наш компьютер вроде как даже включит, то есть он нам пикнет, начнет загрузка, однако буквально через пару секунд наш BIOS снова переброшьется, и снова у нас будет синий экран смерти. И даже от этого не спасает вставка загрузочной дискеты с OpenOS. Вставляем, перезапускаем, то есть видите, сейчас, так, то же самое абсолютно. Собственно, давайте теперь я вам расскажу, как можно пофиксить эту проблему, и как можно, собственно, избавиться от этого вируса, если вы все-таки его словили. Так, вынимаете ваш жесткий диск, вставляете дискету, вставляете классический BIOS, только токпустор, разумеется, не зараженный, вот так вот, вставили. Запускаем наш комп, и наш комп будет стартовать с дискеты, то есть будет загружать систему OpenOS дискеты с базовой. По сути, некий аналог загрузченного диска на винде. Далее, вставляете сюда зараженный диск, переходите в папку команды CDMNT, переходите в папку MNT, в этой папке содержатся все подключенные внешние диски, внешние устройства, вставили, наводите на ваш диск мышкой и смотрите его адрес, написано ccc5dcfb и так далее, всякая ерунда. Вводим команду ls и смотрим наш диск, вот он находится, переходим в папку ccc, нажимаем Enter, и здесь смотрим содержимое нашего жесткого диска зараженного. Далее, вводим команду rminit.lua, то есть мы удаляем стартовый системный файл, переходим в корень нашей диски, это обратно, и теперь копии init.lua, копируем файл стандартный init.lua на наш жесткий диск, mnt.ccc.init.lua. Вот таким вот образом мы, по сути, с дискетой скопировали стартовый системный файл. Далее вытаскиваем дискету, запускаем наш комп, и он очищен от вируса. Практически бесследно, то есть видите, даже небольшие ошибки выпадают с моей персональной системы, потому что там у меня кастомный файл init.lua, но в любом случае от вируса мы уже избавились. Вот такая вот программка, собственно, вы можете ее поставить на любой абсолютно компьютер, собственно, даже она чистая, не обязательно иметь здесь мою персональную систему, то есть в принципе способна она подорвать пуканы всем неопытным людям, которые в принципе слабо знакомы с этим модом. Ну и разумеется, если вы хотите потестить эту программу на всяких, опять-таки, этих неопытных людях, заходите на сервер Тринфинити, ссылочка будет в описании, я на нем сам играю. Вот такие вот дела. Собственно, что я еще хотел показать, давайте я вам покажу исходный код вируса. Откроем его в программке Sublime Text 2. Собственно, здесь вы можете изменить путь к целому вирусу, то есть если вы хотите вставить, допустим, не в папку bin.virus.lua, да, как бы какую-нибудь другую, можете изменить название eapromo, то есть название вашего биоса, чтобы оно было каким-нибудь другим, допустим, там, Hacket.lua.bios, примерно, как угодно. Ну, дальше, собственно, идет исходный код всех этих программочек. Если вы хотите изменить какое-то приветствие, то есть изменить ту информацию, которая будет отображаться на синем экране, то есть видите, поздравляем, вы стали одним, да, вот эта фигня. Если хотите изменить, то изменяйте вот эти строки. Вот они, поздравляем, вы стали, и так далее. Единственное, что вы сохраняете кавычки вот эти вот обязательно и запятые, потому что все-таки массив. Вот такие вот дела. И желаю вам успехов, собственно, с этой программкой. Надеюсь, вы кому-нибудь все-таки подорвете жопу. Так что всем спасибо за внимание. До новых видео. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok